Большинство кенийских церквей собираются в естественных условиях. Они собираются под деревьями, собираются просто на площадках. Горные церкви, если они имеют свое собственное здание, как правило, это здание построено из глины, которая перемешана с коровьим навозом. Это все после сезона дождей, который длится приблизительно 6-7 месяцев. Оно все рассыпается и все разваливается. Церкви в буквальном смысле нуждаются в капитальных ремонтах. И несмотря на то, что есть период засухи, в горах все равно продолжает время от времени идти дожди. Мы задались вопросом тем, как помочь этим церквам. И мы начали узнавать, сколько строит приблизительное строительство церковного здания в Кении, в горных местностях. И мы выяснили, что возможно в церкви церковное здание построит от 6 до 7 тысяч долларов. Это будет здание, которое приблизительно будет вмещать в районе 100 человек. Это будет уже каменное здание, которое сделано из блоков или сделано из кирпича, обожженного кирпича, которое оштукатурено хоть элементарнейшим образом для того, чтобы это здание не рассыпалось. Ситуация в кенийских церквах с пожертвованиями достаточно сложная. В горных местностях, где в церкви приблизительно 30-40 человек, они собирают пожертвования на свое собственное здание, на содержание своего собственного здания. Приблизительно 2-3, иногда супер классные пожертвования составляют до 4 долларов. Если несколько семей, всего лишь несколько семей в западной культуре, если они объединятся между собой, в течение практически одного года, всего лишь одного года, мы можем благословить кенийскую церковь где-нибудь на кенийских вершинах гор, хорошим, качественным зданием, которое не будет рассыпаться после дождя, которое не будет протекать, которое не будет заливать во время дождя. И вы станете огромным благословением для церквей. Вы станете тем, благодаря которым церковь сможет расти, потому что церковь, она нуждается в здании. Церковь нуждается в точке, в месте присутствия, где верующие люди могли бы собираться вместе, служить Господу, прославлять Господа и иметь хорошее время общения между собой. Я верю, что если мы объединимся как тело Христово, мы объединимся как церковь, мы можем благословить этот народ, мы можем благословить эти церкви качественными, красивыми зданиями, которые не будут разваливаться после дождя. И эти здания станут огромным благословением. А в некоторых местностях они станут реальным ответом от Бога, за которое церковь будет благодарить Господа и благодарить вас очень-очень долго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok